Алматинская область, школа имени Ушинского, 2-й класс, учительница начальных классов, Вамертай Айгуль Нуретиновна. Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня у нас тема «Как зависит род имени прилагательного от рода имени существительного». На сегодняшнем уроке мы с вами научимся определять род имени прилагательного, объяснять, как определить род имени прилагательного и понять зависимость рода прилагательного от формы рода существительного. Давайте, ребята, запишем с вами сегодняшнее число. Сегодня у нас 18 февраля. Классная работа! Пишем в тетрадях красиво и аккуратно. Если записали, ребята, давайте перейдем к заданиям. Что вы видите на картинке? Правильно, мышь. А давайте теперь опишем эту мышку. Какого роста? Какой хвост? Какая шубка? И какие зубки? Все правильно, ребята! У мышки маленький рост, длинный хвост, серая шубка и острые зубки. Молодцы, ребята! Вопрос-ответ. Что обозначают имена прилагательные? На какие вопросы отвечают имя прилагательные? А какую роль играют в речи? Давайте еще раз повторим правило. Имя прилагательные – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие», «чей» и так далее. Имя прилагательное изменяется по родам и числам. Сегодня наша тема как раз таки касается к роду имени прилагательных. Например, лес какой? Погода какая? Отлично, ребята! Молодцы! Запомните, ребята, имена прилагательные изменяются по родам. Род имени прилагательного зависит от рода имени существительного. Давайте посмотрим. «Морковь какая?», «красная» – это женский род. «Заяц какой?», «заяц серый» – это мужской род. «Яблоко какое?», «яблоко спелое» – это средний род. Отлично, ребята! Теперь давайте определим род сначала имени существительного. «Морковь» – «ча» – «моя» – женского рода. «Заяц» – «чей» – «мой» – значит мужского рода. «Яблоко» – «чё» – «яблоко моё» – значит средний род. От имени существительного к имени прилагательному задаём вопрос. Песенка. Какая? Песенка весёлая. Шкаф. Какой? Старый шкаф. Дерево. Какое? Дерево красивое. Хорошо, ребята. Давайте теперь будем задавать вопрос на эти словосочетания. Рассказ какой? Рассказ интересный. Повесть какая? Повесть интересная. Сообщение какое? Какое сообщение интересное. Хорошо. На следующем задании, ребята, нам нужно будет составить словосочетание и определить род прилагательных. Давайте подумаем. Сок какой? Сок яблочный. Варенье какое? Варенье клубничное. Погода какая? Погода солнечная. Суп какой? Суп грибной. Роща какая? Роща берёзовая. Если вы определили род имён прилагательных, давайте с вами проверим. Яблочный сок, мужской род. Клубничное варенье, средний род. Солнечная погода, женский род. Грибной суп, мужской род. Берёзовая роща, женский род. Хорошо, ребята, отлично справились. Теперь, ребята, вы должны запомнить, что имена прилагательные мужского, женского и среднего рода имеют разные окончания. Мужской род отвечает на вопрос «какой?» имеет окончание «ы», «и», «ой». Женский род отвечает на вопрос «какая?» имеет окончание «ая», «яя». Средний род отвечает на вопрос «какой?» имеет окончание «ое», «е», «яя». Теперь, ребята, давайте мы с вами выполним это задание. На следующем задании, ребята, вам нужно будет найти лишнее слово и определить у него род. Если вы нашли лишнее слово и определили уже у него род, давайте проверим. Верный, душистый, спелое. Мы уже нашли лишнее слово и определили у него род. Давайте теперь проверим себя. Слово «спелое» — лишнее, потому что оно женского рода. Слово «весёлый» — мужской род. Слово «новое» — средний род. Давайте, ребята, теперь поработаем в книжках. Открываем страницу 54-55. Первое задание. Прочитай стихотворение. Почему надо знать и беречь имя прилагательное? Что ты знаешь об имени прилагательном? Расскажи по схеме. Я слово «замечательное» — сказала прилагательное. Я равного себе не знаю, я признаки обозначаю. Без признаков предмета нет, об этом знает целый свет. Определяю я предметы, они со мной весьма приметны. Я украшаю вашу речь, меня вам надо знать, беречь. Хорошо, ребята, вы знаете, что такое имя прилагательное? Да, правильно. Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает признак предмета. Отвечаю на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие». Второе упражнение. Продолжи наблюдение над именами прилагательными. Вспомни, из каких сказок эти слова. Золотой гребешок, хитрая лиса, бобовое зернышко. Правильно, ребята, это из сказки. Петушок, золотой гребешок. Давайте теперь определим рот имен прилагательных. Золотой гребешок. Гребешок какой? Правильно, мужской рот. Хитрая лиса. Лиса какая? Отлично, женский рот. Зернышко какое? Зернышко бобовое. Средний рот. Молодцы, ребята. Теперь запишите это в тетради и сверху напишите вопрос. На следующем задании, ребята, нужно, используя алгоритм, определить рот имен прилагательных. Серое облако. Большой гараж. Дежурный ученик. Поздний завтрак. Железная дверь. Белый сахар. Холодный апрель. Весенняя прохлада. Деревенская улица. Русский язык. Хорошо, ребята, давайте проверим себя. Серое облако. Средний рот. Большой гараж. Мужской рот. Дежурный ученик. Мужской рот. Поздний завтрак. Мужской рот. Железная дверь. Женский рот. Белый сахар. Мужской рот. Холодный апрель. Мужской рот. Весенняя прохлада. Женский рот. Деревенская улица. Женский рот. И русский язык. Мужской рот. Молодцы, ребята, отлично справились. Домашнее задание. Страница 55. Упражнение 3. Нужно прочитать сказку, определить правильное название. Записать в тетрадь, исправляя ошибки. И отметить окончание. Ребята, вам понравился сегодняшний урок? Давайте оставим оценку. Спасибо вам большое. До свидания.